Всем привет, меня зовут Пауль Крец, и история повторяется. Не успеваешь проснуться и встать с постели, как Canon выпускает новую камеру. Если вы не понимаете, о чем речь, посмотрите вот здесь в уголке, я прикреплю обзор недавно вышедшей Canon 250D. Кстати, там покопайтесь на канале, там два обзора, один краткий, один полный, и даже один на английском языке. Так вот, и сегодня проснулся, оказывается, уже как несколько дней есть информация о трех камерах Canon, которые мы сегодня и рассмотрим. Не пытайтесь изменить разрешение этого видео, я действительно снимаю его всего лишь в HD, потому что скриншоты, которые мы сегодня будем смотреть, я скачивал в HD. Ну и чтобы экономить место, и чтобы быстрее сделать для вас это видео, потому что время рендеринга, конечно, играет огромную роль, я снимаю это всего лишь в HD 720p. Так вот, Canon выпустили три новых камеры, ну вернее, одна из них уже официально объявлена, а две просочились, так сказать. Canon Австралия случайно залили на свой канал обзоры, ну и рекламу, скажем так, двух новых камер Canon, и чуть позже они их удалили оттуда, эти видосы, но народ сердобольный, конечно, уже успел это все скачать оттуда, в том числе и я. И сегодня мы это обсудим. Итак, первая вышедшая камера официально объявлена, это Canon G5X Mark II. Как следует из названия, было Mark I, я про нее ничего не знаю, но сравнение ее есть в сети. А сегодня мы рассмотрим саму эту камеру, что она себя представляет. В целом это классическая такая мыльница, то есть камера с несменным объективом, без зеркала, то есть это беззеркальная камера, как бы там ни было. Такие камеры обычно имеют небольшой сенсор, там, скажем, среднее качество картинки, но большое количество функций и очень компактный размер. И они могут быть очень удобны для самых разнообразных целей, для путешествий и для общей съемки без каких-либо конкретных целей, то есть если вы не концентрируетесь на макрофотографии, на портретной, на съемке диких птиц, а вам просто интересно фоткать все подряд и вы хотите, чтобы всегда с собой была маленькая камера, то подобные мыльницы очень удобны. Я лично сам пользовался старой мыльницей Nikon, и у меня даже есть плейлист, вот здесь я прикреплю, о моем путешествии в Крым, там я забирался на гору Ай-Петри, ну вообще много путешествовал по Крыму в 2016 году, и там я очень много пользовался мыльницей, так что это достаточно удобно. Ну, хватит общей теории, посмотрим на самом деле, что же из себя представляет эта камера. Смотрим рекламный ролик и обсуждаем. Вот она такая у нас красивенькая камерка, логотипчик, все дела, вау-вау-вау, как все летает, да, эпично, эпично и красиво. Итак, что мы уже видим? Объектив несменный, с пятикратным увеличением, с стабилизацией изображения, 8,8 мм до 44 мм, ну это для данного сенсора, посмотрим, что это значит в пересчете на фулл фрейм, и диафрагма 1,8, 2,8, что, конечно же, замечательно. Итак, видим новый CMOS сенсор, один дюйм размером. Это на самом деле, ну, вроде кажется круто, на самом деле это очень маленький сенсор. Если APS-C сенсоры там в 1,6 раза меньше, чем фулл фрейм, то этот еще примерно настолько же меньше, чем APS-C. Вот, на самом деле, то есть это достаточно маленький сенсор, хотя содержит 20 эффективных мегапикселей, это достаточно приличное разрешение. Он еще и некоторый стект, то есть состоящий из отдельных элементов, что мы видим вот здесь на картинке. Не знаю, правда, на что это влияет. И процессор Digic 8, высокоскоростной. Это, насколько я понимаю, сейчас самый последний процессор от Canon, который используется во всех последних камерах, в зеркалках, беззеркалках. То есть это круто. Высокое качество изображения благодаря синергии между сенсором и процессором. Ну, это все понятно. Съемка видео в 4К может быть с тем же углом обзора, что и Full HD. То бишь, без проклятого кропа, который в 4К почти на всех камерах Canon, за исключением самых дорогущих. Также доступны 4К таймлапс и извлечение отдельных кадров из 4К видео. Ну, и здесь сносочка, что эти 4К снимаются либо в стандарте NTSC при 30 кадрах в секунду, либо в стандарте PAL при 25 кадрах в секунду. В общем, 4К без кропа – это круто. Однако для такого маленького сенсора можно сказать, что это нормально. Новая разработка – это новый объектив. Значит, с широкой диафрагмой 1.8-2.8, пятикратным увеличением и эквивалентно фокусным расстоянием 24-120. Фокусные расстояния вполне неплохие. Они практически соответствуют фулл-фреймовым расстояниям 24-105. Это классический такой китовый, замечательный, кстати, очень резкий объектив для фулл-фрейма. Ну, здесь почти те же самые расстояния. То есть это на самом деле очень удобно – от широкого угла до небольшого телефота. Касательно же диафрагмы, нужно тут не дать себя обмануть, потому что вот этой 1.8-2.8, конечно, не будут давать той картинке, не то что фулл-фрейм, они даже не будут давать той картинке, как APS-C. Потому что размер сенсора, конечно, влияет на размытие фона, на количество света. То есть маленький сенсор все равно будет мало света захватывать и давать не такой размытый фон, как большие сенсоры. Поэтому для данной модели это действительно очень широкая диафрагма. К примеру, мой старый Nikon был с диафрагмой от 3.3 до, по-моему, 6.3. То есть довольно темный, хотя там было, правда, 12-кратное оптическое увеличение. В общем, для данного автопарата это действительно широкая диафрагма, но не дайте себя обмануть, это совсем не то, что 1.8 или 2.8 на APS-C или полном кадре. Едем дальше. Нам показывают пример съемки на широком кадре, то есть эквивалентное фокусное расстояние 24 мм. То есть 24 мм на фулл-фрейме выглядели бы вот так. На APS-C, так подскажу, что это было бы 15 мм. И пятикратное оптическое увеличение, эквивалентное расстояние 120 мм. Вот так вот выглядит. Смотрим, что же здесь. Нам показывают пример портрета. Замечательное размытие заднего фона диафрагмой. На фокусном расстоянии 120 мм при диафрагме 2.8 и 1.8 секунде ISO 125. Это все прелестно. Но, во-первых, те, кто снимал на хотя бы APS-C, не говоря уже о фулл-фрейме, понимают, что на 120 мм при диафрагме 2.8 вот этого фона вообще бы не было. Там было бы такое прекрасное, красивое мыло или крем, можно сказать. Вот это размытие фона, это примерно на 120 мм на APS-C было бы, ну, наверное, при диафрагме 5.6, где-то так. То есть для простого зрителя, конечно, это выглядит классно. Действительно, фончик размывается и на мыльницах. Ну, вот на моем Canon, вот на мыльнице, такой фончик даже нельзя сделать. А здесь уже можно. То есть, да, действительно красивый портрет. Но на APS-C или фулл-фрейме намного более размытый фон будет. Ну, и, конечно же, гораздо больше света будет попадать. То есть можно будет меньше ISO использовать, либо в более темных условиях снимать. Ну, и 1.8 секунды, честно говоря, это очень длинная выдержка для портретов даже. И удивительно, как они смогли такой резкий снимок сделать на 1.8 секунде. Вряд ли вам это удастся с рук или даже со штатива это сложно делать, чтобы объект вот так не шевелился. Так что, немножко попахивает обманом. Хотя замечательно, что, да, вот такая вот диафрагма на таком фотике при таком миллиметраже, это вполне прелестно. Но не дайте себя обмануть тем, что это вот якобы такая супер-классная портретная камера. Нет, это не так. Это все здесь сделано в идеальных условиях, и повторить это будет довольно затруднительно. А вот макро очень и очень радует. Смотрите, это замечательный кадр. И резкость на высоте, по крайней мере, то, что показывает нам. Мы же не можем быть уверены, к сожалению, что это действительно снято на эту камеру. Но, тем не менее, если Canon нас не вводит в заблуждение, то это, я бы сказал, что очень впечатляющий кадр, если честно. Причем на широком угле, 24 миллиметра, диафрагма 2.8, выдержка 0,01 секунды, ISO 125. То есть, это очень широкий угол, но это значит, что камера была очень близко к объекту. Честно говоря, прекрасная резкость и даже вот размытые края смотрятся вообще замечательно, я бы сказал. И что у нас здесь? Укороченная минимальная дистанция фокусировки и, соответственно, ему улучшенные возможности увеличения картинки. Я бы сказал, что это просто супер классный кадр. Сейчас перемотаем чуть-чуть назад. Смотрите, как здорово. И детализация прекрасная. И вот здесь вот размытые края. Но вообще выглядит очень классно. Я бы даже сказал, что как будто это на крутую камеру сделано. И вот нам показывают разницу между G5X1 и G5X2. Значит, минимальная дистанция фокусировки у нас уменьшилась с 40 см до 20 см. Ну и индекс увеличения тоже, соответственно, в два раза увеличился. Ну, выглядит замечательно. Очень здорово. И, конечно, в сравнении с предыдущей моделью видна разница. То есть, более крупные макросъемки можно делать. Классно. Ну, 5 баллов в этом аспекте я бы поставил камере. Замер, значит, минимального фокусного расстояния. Здесь вот сносочка такая. Это вот краешка объектива. И при съемке в соотношении сторон 3 к 2. Так, перебивочка снова на ладошке. То есть, показывает размер камеры. Действительно, она очень маленькая. Выдвигающийся электронный видоискатель. Ну, такого-то типа, с таким-то разрешением, столько-то точек. Вот. Включая поддержку touch and drag. Это значит, что вы можете большим пальцем возюкать по заднему экрану. И смотря видоискатель, таким образом, пальцем перемещать точки автофокуса. Это вообще очень удобно. Это очень круто. Это то, чего даже, я бы сказал, мне не хватает на всех моих камерах. Вот таким вот образом выдвигается у нас электронный видоискатель. И здесь мы видим классическое меню Canon со всеми этими параметрами, как на зеркалках и беззеркалках. Удобно и наглядно. Высокопроизводительный написанный экран. И может, значит, отображать различные параметры в различных комбинациях. То есть, что-то можно убирать, что-то нет. Вот можно такую рамку сделать черную. То есть, размер изображения уменьшить. А параметры, чтобы не были на краях изображения. Чтобы вы не отвлекались на них. Соответственно, яркость регулируется экраном. Но это все обычные уже дела. Можно использовать его вертикально. Что тоже, конечно, очень удобно. Классическое меню каноновское. И новый режим RAW Burst. Это означает, что в формате RAW CR3, кстати, это новый формат, последний каноновский, можно делать супербыструю съемку. Вот до 30 фотографий в секунду. Это огромное количество. Это практически, можно сказать, что это видео. Все равно, что видео снимать. Но это делается в течение очень короткого промежутка времени. Так, сейчас я ISO чуть-чуть изменю на съемочке у себя. Что это значит? Что, вот как здесь пишут, в течение 70 кадров, значит, вы можете снимать при 30 кадрах в секунду. То есть, примерно 2,5 секунды вы можете провести съемку и получить до 70 кадров. Причем в формате RAW. Это очень удобно, если ваш объект супербыстро движется. Причем здесь указано, что есть еще такая функция, как Pre-Shooting. То есть, съемка начинается за полсекунды до того, как есть реальная съемка. Вы нажимаете на половинку затвора, фотоаппарат полсекунды снимает до того, как вы полностью нажмете на кнопку спуска затвора. То есть, чтобы не пропустить момент, фотоаппарат снимает немножко заранее. Это удобно. Блин, у меня погасла моя лампа. Тут я и думаю, что же освещение-то так пропало? Эх, тоска, тоска, ну-ка. Не зарядил я лампу. Ну-ка попробуем с таким светом. Я думаю, щемои будет видно и фиг с ним. Все равно, в основном, смотрите на экран. Итак. Вот отснялась куча кадров. И потом из этой кучи вы можете выбрать, значит, любой вам понравившийся. И экспортировать его, как JPEG или RAW. Ну, это довольно удобно. Однако тоже не дайте себя обмануть. Учтите, что это очень быстрая съемка. И стало быть, это у вас объект должен либо по кругу где-то мотаться, да? Там, не знаю, гонки Формулы-1. Вот они гоняют по кругу. И ну, и в какой-нибудь из этих кругов вы действительно эти две с половиной секунды поймаете, и можете суперудачный кадр где-нибудь выцепить оттуда. Если же это что-то внезапное, там дети играют, собака бегает, не знаю, кит там выпрыгивает из океана, то не факт, что вам удастся все это так быстро поймать. Тем не менее, это намного быстрее, чем обычная серийная съемка, поэтому такая функция, да, вполне может быть использована. Что здесь дальше? Ну, конечно, это взаимодействие с разными девайсами. И, значит, коррекция и обработка полученных RAW-снимков Digital Photo Professional, причем вариант экспресс для мобильных устройств, это классическое приложение и программа Canon для обработки RAW-фотографий. Не знаю, пользуются люди ими или нет. Ну, в общем, как обычно, возможно, все корректировки RAW-файлов. Обычная же серийная съемка вот у нас здесь, это до 20 кадров в секунду, что тоже довольно быстро. Вот, ну, такой это уже более-менее стандарт сейчас для беззеркалок, который является эта мыльница. Здесь все, в общем-то, на уровне, я бы сказал. Вот, естественно, по Bluetooth и Wi-Fi можно коммуницировать со всеми доступными девайсами. Тоже сейчас уже это обычное дело. Можно снимать HDR Movie, это тоже давно уже эта функция есть, но в Canon, согласно тестам, она работает не очень. По крайней мере, в таких вот, как мой 80D, ну, так себе она косячит. Вот, просто не знаю, как здесь, надо ручками проверять. 4К, 4К таймлапс и съемка с большим количеством кадров в секунду, но это мы еще рассмотрим отдельно, сколько там кадров можно использовать. Ну, и такой вот дизайн, элементы управления. Вот такой вот первый рекламный ролик. Вот, что мы можем сказать по этой камере. Сейчас я попробую поставить свой свет на зарядку, и мы продолжим. Ну вот, я поставил свою лампу, вот эту самую, с которой сейчас снимаем, на зарядку. Если интересно, что это за лампа, посмотрите у меня на канале видео Teal & Orange, это бирюзовый с оранжевым в переводе, то есть это такой тип цветокоррекции, который сейчас используется очень часто в фотографиях самых модных. И в кино, в блокбастерах очень популярна сейчас цветокоррекция. Я в этом видео рассказываю, как с помощью этой лампы сделать такое сразу в кадре, не в постобработке уже корректировать цвета, а сразу сделать и снимать прям так, и прям в камере получать такой Teal & Orange. Ну, а по камере G5X Mark II у нас есть еще два небольших видео, в которых... Так, вот парень у нас по имени Денис, Денис Ким, Денис Ким, нам расскажет еще пару фич этой камеры. Так, посмотрим. Вот она мне показывает. Так, Дэн, ну что там нам расскажешь хорошего? Значит, первое, что он отмечает, это то, что меню в этой камере мыльницы стало таким же, как в зеркалках или без зеркалках, что очень удобно. Кэнновское меню, по-моему, всеми пользователями даже других брендов признается самым удобным, самым интуитивным, самым понятным. Ну вот, это замечательно. Я, правда, не в курсе, но, вероятно, у предыдущих камер таких вот мыльниц Кэна, наверное, было какое-то свое меню. Теперь классическое Кэнновское меню очень удобно, спору нет. Что еще, Денис? Элементы управления. Колесико управления режимами и компенсация экспозиции сразу под рукой. Конечно, это очень удобно. По-моему, это впервые у Кэна. Например, у Фуджи, насколько я помню, такое колесико всегда под рукой. Но и здесь, не убирая камеру от лица, вы можете компенсировать экспозицию, крутя вот это колесо. Да, удобно, ничего не скажешь. И также добавили, опять же, классический такой элемент Кэнновский, который есть в 70D, 80D, там, в 5D линейке, во всех дорогущих камерах у них есть. Это вращающееся колесо на задней части корпуса, которое можно использовать вместе или вместо джойстика. В данном случае Денис нам показывает, как можно компенсировать экспозицию, крутя это колесико. Это суперудобно, спору нет. Очень крутая штука, сам пользуюсь на всех фотиках. Так, что еще, Денчик? Видоискатель. Рассказывает нам, что, ну, как я уже говорил в предыдущей части, что можно, вот, пальчиком возюкая по экрану, выбирать точки автофокуса. Это действительно очень удобно. И для этого есть еще выбор нескольких режимов, где будете возюкать пальчиком. Чаще всего используется правый верхний угол, как наиболее близкие к вашему большому пальцу. Вот, да, действительно, это очень удобно через видоискатель цифровой, не убирая камеру от глаз. Вот такое вот видео. Что он... И у нас есть еще вторая часть этого видео с Дениской. Сейчас мы его посмотрим. И Денчик нам расскажет еще о паре фишек этой камеры. Так, он нам обещает съемки вот этого цветочка в макро-режиме. То есть, во-первых, он говорит, что можно переключить вручной фокус. Это очень круто, кстати, для зеркалки. Например, на моем Nikon такого нет. Так как здесь объектив не сменный, а стало быть, на нем нет кольца фокусировки, как на всех классических объективах, то здесь вот есть режим в электронном варианте регулировать фокус. Это очень здорово. Есть еще цифровое увеличение. Если у вас плохо со зрением или просто необходимо очень маленький объект рассмотреть. И можно делать, значит, макросъемки. Кроме того, для макросъемок... Вот оно, цифровое увеличение. Для макросъемок есть еще помощник такой, как Focus Peaking или Focus Peek. Это суперкрутая фича. Обязательно пройдите вот здесь по ссылке, посмотрите мое видео, где я рассказываю, почему не надо продавать фотоаппарат Canon 70D, если он у вас есть. И почему, может быть, даже стоит приобрести, если у вас его нет. И вот в этом видео я подробно рассказываю о такой функции, как Focus Peaking. Это очень крутая фишка, которая есть вот в данном фотоаппарате. Это здорово. И очень удобно с ней снимать, особенно макрообъекты, что нам Денис сейчас и показывает. Вот такой вот кадр. Ну, выглядит здорово. Но, вы знаете, в рекламе все кадры выглядят здорово. Удастся ли в реальности потом это повторить юзеру камеры? Большой вопрос. Потому что обычно для этого требуются различные настройки. и определенные условия съемки. Дениска говорит, так, ну, пацаны, что, если вы хотите, например, снять панораму и вот эту вот байду, такую в солнечный день, то вы можете это сделать. И вот таким вот образом, да, можно настроить горизонтально или вертикально. И вот так вот снимать панораму и получить вот такой вот снимочек, который нам сейчас предъявит. Да. Ну, кстати, например, съемок панорамы нет вообще ни на одном моем фотике. Там 5D, там 70, 80D, 200D. Нет вариантов съемки. А здесь есть. Это удобно. Не знаю, правда, где этим пользоваться. В соцсетях этим неудобно делиться. Но можно распечатать, например, повесить на стену огромный такой постер. Думаю, что будет неплохо. И, скорее всего, в яркий солнечный день будет даже достаточное разрешение и цветные красивые снимочки. В общем, режим съемки панорамы для путешественников довольно удобно. Что еще Дэн нам скажет? А то, что здесь, так как это без зеркал, то реализована функция изменения затвора с механического на электронный. И это позволяет нам увеличить, ну, на самом деле, увеличить число. А так, на самом деле, укоротить выдержку до 1,25 тысяч на 600 секунды. Даже по-русски не выговоришь. Вот. Это, на самом деле, супер круто. Я такого не видел вообще ни на одной камере никогда. Любительские камеры и камеры начального уровня у Canon, по крайней мере, обычно доходят до 1,4 тысяч на секунды выдержки. Полупро и прокамера до 1,8 тысяч на секунды. Ну, а это, как правило, зеркалки. Беззеркалки вот могут идти дальше благодаря электронному затвору. И здесь вот так вот можно укоротить выдержку в зависимости от условий ваших съемок. Ну, в общем, это хорошая фича и довольно неплохое преимущество. Ну, и также Денис нам показывает еще пару примеров фотографий на эту камеру. И за сим откланивается. Пока, пацаны. Спасибо за просмотр. И увидимся на канале. Подпишитесь на Павля Креца. Вот. Что можно подытожить? Как я уже сказал, фичи вообще вполне довольно достойные. Вы знаете, что можно сказать, что вот остальные беззеркалки уже серьезного уровня и зеркалки, и то, по-моему, у них по совокупности, по соотношению цена-качества меньше функций, чем вот в этой вот мыльнице. Конечно, самый главный недостаток мыльницы это несменный объектив. Вот. Но во всем остальном, я бы сказал, что очень прикольная камера. И вот в путешествие куда-то с собой, если не хотите стаскать кучу оборудования, вам нужна просто такая вот мыльница взять и путешествовать и фоткать все подряд. И где-то вдали, и вблизи, и макро, и такие, ну, псевдопортреты, то, я бы сказал, вполне замечательный аппарат. Ставлю ему твердую, четыре, может быть, даже с плюсом. Ну, мыльницы мыльницами, а мы же серьезные фотографы. Поэтому разберем следующую камеру по крутости, значит, в нашем обзоре. Это Canon EOS M6 Mark II. Серия M у Canon это беззеркалки. Они появились давно уже. Там их куча. M50, M100, M3, по-моему, M5. В общем, их много. Ну, все они неплохие, конечно, но они все уступают, как правило, беззеркалкам других брендов примерно того же ценового диапазона. Но Canon почему-то продолжает, несмотря на то, что в этом году или в прошлом Canon уже вышла на серьезный уровень с камерами EOS R и EOS R-Pay фулл-фреймовыми. Значит, EOS R это линейка фулл-фреймовых беззеркалок, а EOS M это линейка кропнутых беззеркалок. Ну, и вот они продолжают эту линейку. Главный недостаток, пожалуй, это даже не то, что Canon там, как обычно, урезает функции свои даже у новых камер, а то, что небольшой выбор объективов. У них там особый Bayonet EF-M и для него не так много существует объективов. Другое дело, что объективы EF-S и EF можно адаптировать к этим фотикам через отдельный адаптер и использовать всю огромную и великолепнейшую линейку объективов Canon. Так что выход есть. Но посмотрим же, что у нас, значит, прорекламирует здесь Canon с этой камерой. Как я уже сказал, этот видосик был случайно слит каналом Canon Австралия, но судя по съемкам, по качеству, даже в сравнении с предыдущими роликами, которые мы только что смотрели, это очень похоже на абсолютно официальную настоящую рекламу. Вот он такой вот фотик. Кстати, слегка похож на мыльницу тоже. Но сенсор у нас здесь уже формата APS-C, то есть 1.6 увеличение кроп от Full Frame и мы сразу же видим 32 Мп. Это огромное количество у любительских или у продвинутых камер Canon такого еще не было. Было максимум 24 Мп, вот как на моих всех камерах, включая 200D, на которую я снимаю прямо сейчас. Меня, кстати, немножко упрекали, типа, вот ты спускаешь видео, почему 200D круче, чем 80D, почему 200D круче, чем 70D, а что ж ты все время снимаешь на 80D? Так вот, сейчас я снимаю на 200D. Знаете почему? Потому что она очень маленькая и на микро таком вот штативчике она помещается, у меня прямо перед экраном монитора и она не закрывает мне обзор, я могу видеть и экран и, собственно, поставить камеру перед собой с маленьким объективом-блинчиком. Так что 200D замечательная камера, как я и говорил, если не видели мой обзор на нее, посмотрите где-нибудь у меня в отдельном плейлисте. Так вот, продолжим с M6 Mark II, что мы видим высокая скорость съемки и высокое качество изображения. Digic 8 это последний новейший процессор сейчас у Кэнона это прекрасно, новый процессор всегда круто. Снимает до 14 кадров в секунду, да, нам показали. 14 это что-то огромное вообще количество, но учитывая, что это без зеркалки и скорее всего это с электронным затвором, то это нормально. Вот, а так 14 кадров в секунду снимает, блин, один DX Mark II, который стоит 6 тысяч баксов. Так что это такой серьезный движ. Увеличенная точность автофокуса, ну, допустим, 4K видео. Но, 4K, да, давайте радоваться вакамин на 4K. И, наконец, конечно. 4K, вот здесь маленькая сносочка такая. Вывод, аутпут, то есть, вывод от 4K осуществляется за счет обработки изображения. И знающие люди говорят, что это означает, что это там, скажем, Full HD или 2K увеличенные, растянутые, интерполированные. То есть, это не настоящие 4K, просто растянутые. Это еще предстоит проверить, но, скорее всего, это так, судя по надписи вот здесь вот на экране. Что у нас еще? Элементы управления такие классические для iOS M. Все красота. Компактная и легкая. Все замечательно. Тут куча колес вообще про режим управления. Замечательно. Элементы управления и PSC сенсор, как я уже сказал, 32 мегапикселя. Это очень круто. ISO до 25600. Но этим не удивишь. Вот моя 200D. Двухлетняя тоже такой же ISO имеет. Что еще? Показываю замечательные снимки. Непонятно, снятые на эту камеру, правда или нет. Так, затвор. Высокоскоростная съемка. Замечательно. Это мы уже поняли. И высокоточный автофокус с отслеживанием глаза. Вот это очень интересно. Да, это новая модная фича, особенно удобная для портретов. Что еще? Значит, прекрасный автофокус при темных условиях до минус пяти exposure value. Минус пяти ступеней экспозиции. Да, это, ну и вообще-то это супер круто. Однако же, что это значит до минус пяти? При каких условиях здесь вот сносочка? Во-первых, для этого объектив должен быть с диафрагмой 1.4. Во-вторых, только при использовании центральной точки автофокуса. В-третьих, только при режиме одиночной фокусировки в continuous shooting не получится. В-третьих, должна быть нормальная температура окружающей среды, чтобы это не значило, и только при ISO 100. Это означает, что во всех остальных случаях, скорее всего, у вас будет нормальная фокусировка при минус 2 EV максимум. Но, тем не менее, вот реклама есть реклама. Такая вот телочка у нас тут. Впечатляющая съемка при 120 кадрах секунду slow motion. Ну, это, конечно, прелестно. Raw burst mode, ну, про него я уже рассказывал в обзоре предыдущего фотоаппарата. Вы можете сделать кучу-кучу снимков очень быстро, а из них потом выбрать наиболее вам подходящий. Ну, бывает удобно, да, вот в таких вот случаях. Что еще мы здесь видим в элементах управления? Режим фокусировки ручной или автофокус. Нифига себе, прямо здесь очень интересно. И кнопка автофокусировки тоже здесь. Что мы видим еще? Разнообразные колесики для управления, это понятно. Здесь нет электронного видоискателя, только встроенный экран. Но есть вот такой отдельно приобретаемый съемный видоискатель, то есть еще платите бабки, которым можно пользоваться, который предоставляет полноценную функциональность и тот же режим Touch and Drag F, то есть можно вазюкой пальцем по экрану менять точки фокусировки. Так, поворот на экран, очень замечательно, да, конечно, мы все обожаем Canon за поворот на экран, но только не за такой. Поворот на экран вверх, это удобно для селфи, кстати, если вы не знали, то экран такой, вот как сейчас у меня здесь на 200D, он вбок поворачивается, да, видно себя, но смотрите, если я сейчас буду смотреть на экран, у вас будет впечатление, ну не впечатление, вы будете видеть, что я смотрю не в объектив, а я смотрю на экран. В таком же варианте, вот как на M6 Mark II, когда экран поворачивается вверх, на самом деле, если бы был, ну к сожалению, я не могу вам продемонстрировать, если бы был экран наверху, то смотря даже прямо на экран, у зрителя впечатление, что автор смотрит прямо в объектив, то есть на самом деле для селфи, да, это действительно лучше. Ну такая вот особенность нашего зрения, что в горизонтальной плоскости мы видим, когда человек смотрит в сторону, а вертикально это не так заметно. Вот, есть тесты на ютубе, это фишки, которые я только что объяснил, да, действительно это так. Для селфи экран вверх гораздо лучше, но там же находится горячий башмак, значит, что вы тогда не сможете ни видоискатель туда прикрепить, хотя он не нужен, если вы пользуетесь экраном, ни свет, ни микрофон, ничего, в общем, вы блокируете горячий башмак, и нафиг тогда этот экран получается. Что здесь у нас еще, фишка? Автоматическое отправление фоток на ваш смарт-девайс. Да, сейчас Canon в новых камерах так и делает, то есть сразу после съемки ваши фотки сами отправляются к вам на телефон. Да, это может быть удобно, если вы любите загаживать соцсети своими бесполезными фотографиями. Тут же, сразу же после съемки, почему бы и нет. Ну вот и все, что мы видим про M6 Mark II. Другой информации пока нет, и когда она появится, если интересно, можно сделать полный обзор, наподобие того, как мы делали про 250D. Пока же могу отметить, что нам показали вот Full HD 120 кадров в секунду. Ну, во-первых, это не при 4К, многие хотят 4К, 60 хотя бы кадров в секунду или 120. Плюс в этом режиме не будет работать автофокус. То есть слоу-моушен при 120 кадрах в секунду вы сможете снимать только с ручным фокусом. Ну и к тому же здесь, конечно, есть наша любимая технология Dual Pixel Auto Focus, но непонятно, будет ли она в 4К. В предыдущих фотоаппаратах при 4К не было Dual Pixel Auto Focus. Вот такая вот камерка M6 Mark II. Ну и последнее и самое вкусное, чего я так долго ждал. Года два ждал, наверное, еще когда я только купил 70D, у меня возникла мысль, поменять ли его на 80D или все-таки дождаться, когда выйдет 90D, потому что на момент уже 80D было где-то полтора года примерно, я купил, кстати, как раз свежий вот этот 200D, на который я сейчас снимаю. В общем, по итогу я все-таки купил 80D, по итогу я не продал 70D, как я уже сказал, у меня есть видео, почему я не продал, почему до сих пор пользуюсь и 70, и 80, и вот 200, но наконец-то вышло 90D и снова возникает вопрос, апгрейдится или нет, ведь мы так долго ждали, тем более, что были вообще сомнения, выпустят ли Canon еще зеркалки, потому что весь мир стремится все-таки похоже к тому, чтобы уже был отказ от зеркалок, конечно, у них еще есть некоторые преимущества до сих пор, но все идет к тому, что вероятно зеркалки пропадут с рынка и будущее принадлежит беззеркалкам. Тем не менее, вышло 90D и посмотрим, что она из себя представляет. Тут молнии все грохочет, ну фу, нифига себе, такая эпичность, вот она. Итак, оптический видоискатель, ну не удивительно, ведь это же зеркалка, а вот с определением лица, вот это уже удивительно, потому что прежде определение лица у нас было только в режиме Live View на экране, а через видоискатель определения лица не было. Что еще у нас здесь? Для этого специальный вот сенсор, который помогает, инфракрасный для замерения экспозиции, бла-бла-бла. Видоискатель покрывает 100% обзора, ну это замечательно, ничего тут не скажешь. И снова у нас 32 мегапикселя, это такое же разрешение, как вот предыдущие нами рассмотрения камеры, это очень много. У 80D 24 мегапикселя, у 70D 20 мегапикселей, у 90D 32 мегапикселя, это круто, это огромное разрешение, но нужно ли оно реально вам, большой вопрос. Для соцсетей, там, отправление фото к родственникам, инстаграма и прочего, это обычно не нужно, но если же вы хотите печатать крутые портреты или любые плакаты, постеры, или профессионально работать, для рекламы, еще чего, для баннеров, да, большое разрешение, это большой плюс. Итак, что у нас здесь еще? Высокоскоростная съемка, даже с зеркалом, видите, как оно строчит, зеркалочка, так, вернись. Continuous Shooting примерно 10 кадров в секунду, это неплохо, это апгрейд от 80D, на котором было 7 кадров в секунду, но и тут указано, естественно, что только через видоискатель и при этом за фиксированным фокусом, то есть с отслеживанием постоянного фокуса, конечно, это будет намного ниже, я думаю, что 5-6 кадров максимум. Что еще? 45 точек автофокусировки и все крестообразного типа, но это то же самое, что 80D, этим нас не удивишь. При этом написано, что количество точек автофокуса, количество крестообразных точек автофокуса зависит от объектива, то есть возможности фокусировки все-таки зависят от объектива и соотношение сторон экрана, выбираемые при съемке. Что мы видим еще? Да, вот он наш сенсор огромный, процессор DJIQ8, все то же самое, и съемка видео 120 кадров в секунду, 100 кадров в секунду, и 4К 30 кадров в секунду, и 25 кадров в секунду, но, как обычно, но, сносочка есть, что 4К выводится при помощи обработки изображения. Как я уже сказал, наверняка это значит, что это не настоящая 4К, а просто обычное кропнутое изображение растянутое до размера 4К, то есть это будет потеря качества. Так это или нет, мы увидим, когда официально выглядит эта камера, но пока похоже на то. И третье, 100 кадров, 100 или 120 кадров в секунду, снимать только с ручным фокусом, и угол обзора становится более узким, то есть, ребята, снова обман. Да, это Full HD слоу-моушен при 120 кадрах в секунду, но только ручной фокус, и, соответственно, будет кроп. Такой тот или иначе, но кроп будет, так и написано. К примеру, вот 200D, маленькая, дешевенькая, старенькая уже относительно камерка, снимает 60 кадров Full HD, без кропа, и с Dual Pixel автофокусом. Это восхитительно. Конечно, это в два раза быстрее, чем 120 кадров, но зато автофокус и без кропа. Так что, чуть ли даже не преимущество перед 90D. Едем дальше. Что у нас еще в 90D? Значит, тачскрин, вариангл, но это все, что мы обожаем в 70 и 80D, тоже это переходит сюда в 90D, и Dual Pixel, за исключением того, что у нас добавляется функция отслеживания глаза, как и во всех новых камерах Canon, и не только Canon. Однако, как обычно, есть звездочка, и отслеживание глаза, подожди, куда-то не убегай, происходит только в одном режиме сервера AF, и не работает вот в этих вот режимах автофокуса. Типа, а кадр вам показан просто для примера. Дэм, дэм, кругом обман, кругом обман. Ну, это были такие хайлайты, а сейчас, видимо, посмотрим что-то поподробнее. Максимум 10 кадров в секунду, да, то же самое с фиксированным фокусом. Ну, да, вот лошадок можно снимать. 100% покрытие видоискателя, 45 точек автофокуса, режимы те же самые, что и были в 80D, но появился такой мультиконтроллер. Ну, как сказать, появился. Такой мультиконтроллер есть еще у меня, например, на 5D Mark I 2005 года выпуска. На самом деле, это суперудобная штука, и, конечно, это была до этого привилегия камер 5D и прочих, более старших моделей, дорогих. Сейчас же вот даже на средней линейке, полупрофессиональной, назовем ее так, появился этот такой джойстик. Это очень удобно не только для выбора точек фокусировки, вот как здесь это обозначено, но и также в меню это удобно, для просмотра картинок уже снятых это удобно. Вот, ну и режимы, да, как я уже сказал, те же самые, что 80D. В общем, джойстик это здорово. А теперь вот одна из главных фич, я бы сказал, 90D, это отслеживание лица через видоискатель. Сложно сказать, как они это смогли реализовать, потому что видоискатель здесь, соответственно, через пентапризму и зеркало, но каким-то образом, вот через видоискатель в режиме серва, вот он отслеживает якобы лицо. Это, конечно, очень здорово для любителей снимать в классическом режиме через видоискатель портреты. Но посмотрим, как это будет реально работать на практике, когда камера выйдет на рынок. Что еще? 32 Мп, опять в третий раз уже. Процессор, это мы все же знаем. Dual Pixel, это самая офигительная, наверное, в мире система автофокуса. Вот, но работает только в одном режиме. 4К, 30 или 25 кадров, в зависимости того NTSC или PAL-режим вы выбираете. Но опять только через обработку изображения. Значит, скорее всего, что-то там будет не так. Защита от пыли и влаги. Это очень замечательно. Значит, голубым здесь обозначены элементы высокой точности, а красным защитные материалы. Ну, это замечательно и это очень удобно. Так, что здесь написано? Ну, ничего интересного. Все, что закрывается резинками, должно быть закрыто плотно, чтобы убедиться в непромокаемости и непроницаемости пылью. И, несмотря на эти фишки, на самом деле Canon предупреждает, что все равно, конечно же, влага и пыль могут туда попадать, но в целом камера вот защищена. Это хорошо, на самом деле, увеличит возможность использования камеры в пыли, в дождь, в пустыне и так далее. Батарейная ручка. Это замечательно. И она повышает капасити батарейки с 1300 кадров до 2590 кадров при использовании батарейной ручки. Причем, ее можно использовать еще и в вертикальном режиме. Это очень удобно для тех, кто серьезно увлекается фотками, но использует кропнутую тушку. Да, это действительно очень удобно. стандартная фича это передача данных на различные устройства. Тыщ, пыщ, тыщ, пыщ, всякие примеры. Ну, вот такая вот камерка 90D. Честно говоря, ничего особенного она из себя не представляет. И лично я сделал вывод, что я не буду апгрейдиться с 80D, потому что 120 кадров в секунду, которые я больше всего хотел получить. Полноценных здесь нет. Что там еще? 4К? Ну, мне лично нафиг не нужно. Мне не хочется пока что разоряться на комп, который может полноценно обрабатывать 4К. Да и смысла особого большого в этом нет. Тем более, что большинство видосов до сих пор люди смотрят на мобилах. Единственная достойная фича, которой я бы воспользовался, это, наверное, отслеживание лица через видоискатель. Ну, конечно, ради одной этой фичи апгрейдиться не стоит. Хотя, делайте, конечно, выводы для себя сами. Как я уже говорил в своем видео, и 70D до сих пор можно замечательно использовать. И, конечно же, 80D великолепный фотик. И так как сейчас с выходом 90D цена на 80D упадет сразу, ну, минимум, наверное, на треть, то можно этим воспользоваться и приобрести себе 80D даже новый, а бэушный, так и совсем, наверное, будет по дешевке. При этом на 70D там, наверное, вовсе цена рухнет. Вот. Так что пользуйтесь этим. Я не знаю. Пожалуй, я бы не стал обновляться до 90D, хотя камера сама по себе, ну, неплохая. Но, конечно, Canon все еще кастрирует функции своих новейших камер и не использует максимум тех технологий, которыми на самом деле владеет и которые внедряет в самые дорогие свои камеры. В общем, подталкивает людей тратить деньги на дорогие камеры, а на среднем и начальном уровне функции зажимает. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам обзор понравился. Если понравился, ставьте пальчик вверх. Если не понравился, ставьте пальчик вниз, но сразу два раза. С вами был Павел Крец. До новых встреч. Подписывайтесь на канал и увидимся. Пока.